Здравствуйте. О, приветик. Что, пишем? Да. Друзья, всем привет. А, Доминик. Опа, значит, ты тоже, да, в белом суд? Короче, многие могли бы подумать, что это очередная новая серия про Ниву. Нет, сегодня видос не про Ниву, сегодня видос про Абобус. Абобус. В общем, друзья, сезон, так сказать, это, ну, межсезоннее же, да, ноябрь мы снимаем, по крайней мере, в ноябре, выходит вот все в середине, в конце ноября. Снега еще нет, питерская зима наступает, она будет такой же. Короче, перед тем, как мы начнем наше видео, а, про что оно? Что в моем автобусе? А, ну тоже, спасибо. Вот, а это что, знаешь, такое? А, ну ты знаешь, ты знаешь, потому что ты мне это дал. Это лопасть от твоего FPV? Ну да. Получится, думаешь? Не знаю, ты просел отвертку. Мы сегодня без огарька, у нас подготовка, чтобы вы понимали, мы вообще сейчас снимаем кое-что другое, и потом вспомнили, что я обещал вообще, как бы, показать, что в автобусе, я сам не знаю, то есть мы, специально никто из нас не смотрел, там куча всяких вещей, и в сегодняшнем видео я покажу вообще, что реально в моем автобусе, вот, как бы, я его купил, и что досталось мне вместе с ним. Но сначала надо попасть внутрь. А если сломаю лопасть, то ничего страшного. Честно? Да. Точно ничего страшного? Точно, точно. Она уже сломалась. Подожди, а может просто ключом каким-нибудь? А у меня даже ключей дома нет. А в автобусе может быть ключ. Подожди, а есть какой-то ключ? От Нивы. Почему я не взял ножичек? О! О! Нива выручает. Добро пожаловать в мой дом. Можно сразу начать с двери. Обычно, вот смотри, у тебя в тачке что лежит? Вот здесь. Салфетки, вода. Использованные. Ну да, конечно. Блин, я, кстати, никогда не понимаю, вот, ребята, пишите в комментариях, когда вы едете в машине, вы куда выкидываете, вот, типа, там, использованные салфетки, ну, вот, мусор куда? Я не понимаю людей, которые кладут вот сюда вот. Почему? Ну, потому что ты можешь снимать на пол. Зачем? При остановке выбросить? А так ты забываешь, у тебя катается это говно. Нет. Ну, не знаю, мне проще кинуть на пол. Так там все растопчется? Ладно. В общем, это мы уже видели, но стоит все-таки разобраться, почему у меня здесь лежит 100 юаней. Это мы уже раза три, наверное, видели. Нет, просто, как бы, мы вот, как бы, положили сюда, это реально здесь лежит 100 юаней. Кстати, сейчас монтажер 100 юаней, сколько это рублей? Как ты думаешь? Я вообще даже понятия не имею. Не знаю. В общем, 100 юаней, это вот столько, вот столько рублей. Месяц? Там какое-то число должно быть. Ну, а если разобраться, то это... Месяц, что ли? Напомню, что этот автобус до того, как попал он ко мне в руки, он возил по экскурсиям китайцев. Не знаю, почему китайцев, но почему-то такое вот. То есть, это получается испанский автобус с закосом под шведскую сканию, который возил китайцев в России. Нормально. То есть, получается, Швеция, Китай, Россия, Испания коллаборацию такую сделали. Так, значит, дальше. Опа, ебать, пейзер нахуй. Да не, на самом деле, это чисто время проверять, походу, не работает. Батарейки есть? Повесила, повесила. Фу, блядь, в чем она? О, я бы тебе не советовал это трогать. Булки настолько зажрался, что матирает руки, обстагивали. Блядь, ты думаешь, это типа такое? Это же кислота. Из батарейки. А что это? Так, открываемся. Так, тряпки, семечки. Вот я, бля, буду, клянусь, мы вообще ничего не трогали. Вот просто ни единого, ни единую вещь, вот то, что вы видели. Вот остального мы вообще не притрагивались и, может быть, многого не знаем. Кстати, вот я тоже об этом задумался. Судя по всему... Нет, это такая часть обшивки, по-моему. А, у нас еще аккумулятор сел в ноль. А у нас есть... На чем, блядь? На Ниве. На гелике, блядь. На автобусе. И проблема в том, что мы не сможем открыть некоторые ящики, которые, например, открываются с помощью этого. Ну, ты понял. Давление? Да. Вот это посмотрим, может. Давай. Сейчас, как, спружинит. Опа, нихуя. Блядь, ну так-то интересно тут. Так. Блядь, я так не хочу все это доставать. Почему ты не забрал владелец? По-моему, здесь одежда. Я же ему это было не нужно. Блядь, тут как бы... Я ничего не хочу говорить, но это настолько грязное белье. По-моему, здесь есть и рубашка, и трусы, и носки, и штаны, и все. То есть, это типа рабочий комплект. Ладно, допустим. Пятилитровка. Так, там аварийный знак, я вижу. Тот пакет доставать? Первый раз в жизни поменял лысо одной рукой. Как? А, там тряпка. Он легкий. О, это этот? Опрыски эти? Это когда-то, да, что-то типа того. Так, а здесь? Пакеты. А, здесь пакеты и сумки, которые... Пакеты с пакетиками? Ну, типа того. А вода, кстати, у меня есть. Если что, если закончилась, то могу взять пакетик. Так, ладно, короче, здесь такие причиндалы всякие. Передохранители. Бачок. И пакеты с пакетами. Нормально. А, надо лезть туда. Лезть первый. Давай. Тут что-то есть. Не хочешь попить? Там год не указан? Друзья, где пишется год обычно? А, вот, вижу. А, нормально, свежак. 26.08.19. Неплохо. Годен до 25.02.20. Полтора года просрочка сегодняшнего. Жалко, жалко. Так, ну здесь какая-то коса проводки и кола припрятана. Так, это что такое? Чисто музыкально. А, я думал это говорить. Ну, это скорее слушать. Потому что это похоже на динамик. Вроде как. Чисто музыкальная система моего автобуса. Ладно. Так, мы каждую мелочь должны фиксировать. Опа, подожди. Так, здесь у нас есть... Бля, может мне тоже надеть перчатки? Ну, неплохо было бы. Нет, я передумал. Ладно. Я, кажется, передумал. Так, здесь тряпки. Ничего интересного. Лезем дальше. Интересно, что думает охранник на стоянке? Приехали чуваки на двух тачках и лазят по автобусу. Опа, Доминик. Смотри-ка, что тут еще под сидением. Видно? Да. Прям видно, да? Ничего себе. Прям под сидухой нашел, отвечаю. Ну, в общем, да, друзья. Короче, оказывается, даже вот кто-то оставил, не знаю, рекламную брошюрку, видимо. Но я тоже знаю про GTA 5 РП, на самом деле. Мне кажется, все уже нас слышат. Ну, типа, проект реально заебись. Учитывая, что ребята творят, типа, там, каждый раз постоянное обновление. Просто десятки тысяч игроков. Ой, гра-гра-гра-гра-гра-гра-гра-гра-гра-гра-гра-гра-гра-гра-гра-гра-гра. Ну, реально, ну, типа, ну, я понимаю, что даже здесь кто-то оставил вот такое вот как бы послание. Не, ребят, если вы еще не начали играть и, как бы, тем более, если вы любите компьютерные игры, тем более, если вы играете с друзьями, тем более, если вы любите общаться с игроками, на GTA 5 РП самая дружная комьюнити, самая отзывчивая администрация, то по ссылочке в описании переходите, лаунчер устанавливаете и уже сегодня играете вместе со мной. Ну, как бы, вообще, почему бы и нет? Ну, а мы, любители тачек, кайфуем от того, что там лицензированные машины, причем неплохие, причем, как бы, и начинать с чего-то простенького, заканчивая гиперкарами, можно тюнить их, как технически, так и визуально, там есть обвесы, винилы, все это присутствует, короче, прям красочно, ярко, кайфово. Ну, потому что GTA 5 уже, ну, реально, вот эти вот, в GTA Online заходишь, ну, ограбление, ну, уже надоело, ну, реально. Поэтому для вас, вот, например, GTA-шка может открыться с другой, с новой стороны. Поэтому, друзья, переходите по ссылочке в описании и самое главное, не забывайте про промокод Булкин, он даст вам 12,5 тысяч игровой валюты, а также 10 дней VIP-статус. Ну, что, продолжаем дальше? Так, значит, мое рабочее место. Ну, это вы видели. Это, как бы, ну, мы показывали, он так и стоит. Примечательность местная. Кофе, да, еще не заваривал, значит, соответственно, это все, вот, мишура, это все, все это было. А здесь у нас этот самый, который печатает, ну, эти, как они? Что-то. О, очки. Может, не стоит? Ебать, они плюсовые. Это, как я понял, типа, я X2, ты меня вешаешь? Ну, они, типа, это, для плюсов, для чтения. У меня минусовое зрение. Так, два комплекта очков, ножницы, карточки. Так, ну, это какие-то магазины. Подожди, вот тут вот, может, что-нибудь будет. Карта. Ого, от отеля? Да, гостиницы. Я не знаю, где такая. Так, а тут что? Опа. Дома море. Поехали отдыхать. Тоже карточки? Да. Малина. Короче, помимо того, что здесь я нашел сейчас карточки от отелей, именно которые магнитные, там еще очень интересная карточка, которая дает доступ кое-куда. Ну, ладно. Так. Что выпало? Все нужное, как говорится, должно быть рядом с водителем. Что для водителя важно? Первое. Градусник. Ну, блядь, по факту все как есть. Значит, у нас набор предохранителей. Ножичек. Так, скотч. Салфетки. Зачем, блядь, я их нашел? Просто, ну, как бы никто же не подумает, ну, видно, да, по состоянию, что это не я подложил, а что ему здесь уже лет 10, блядь. Так, ладно. Тут, по-моему, зубная щетка еще. Зубная паста. А, нет, это... Маркер. Ред какой-то. Маркер? Ну, не знаю, что тут написано. Гаскет-маркер. Маркер. Что-то промазывать, короче. Не знаю, какое место. Очень странный набор, я не хочу его трогать больше сейчас. Пиздец. По-моему, я уже понимаю, что мы не зря начали экскурсию по моему автобусу. Так, ладно. Вот этот шкафчик. Все, что мы видели, то, что там есть кофе. А что, он закрыт? А все? В смысле? Он же открывался, помнишь? А там как-то какой-то прикол был. Вот я только что отодвинул эту хрень. А, ну, сильнее, значит, они. А, то есть, блядь, а что за хрень я подожди? Подожди, у тебя же есть отвертка, может, она заворачивается? Не-не-не, точно, это просто ручка. Блядь, там кофе был. Ну, кофе мы просто видели. Блядь, вот гаечный ключ здесь. Почу бы им как-нибудь заебись. Упереться. Да-да-да. Вот так вот? Да-да-да, и на себя. А, он, блядь, большой. Да-да. Кто закрыл мой шкафчик? Нет, серьезно, я не понимаю, что за хрень? Он же открыв был. Был. Он закрывался, блядь, постоянно, туда-сюда, на кочках. Так, и что делать? Ладно, потом попробуем как-то это. Идем. А что такое? Где? Докуменочки какие-то. Этого же не было. Куда мы уходили? Есть вот предположение. Предположение, что это? Путевой лист. Еще не заполненный. Чисто бланки, короче. Год не проставлен, поэтому нечего тут. Никакого этого. Как это? Чего? Ну, это, слово, артефакт. Чего? Не знаю, никаких артефактов, короче, нет. О, подожди, заполненный. Так. Ага. Ага, 25.09.19. В сентябре. Два года назад этот автобус еще выезжал на маршрут, прикинь. О, путешествие. Оригинально. Просто супер. Так, ладно. Ну, допустим, это очень важные документы, поэтому оставим их здесь. С чего начать здесь? У нас нет света, потому что, как бы, это... Значит, у нас вот есть веб-камера. Я не помню, не показывали ее, нет? Она когда-то, видимо, работала, и можно было снидить. Блядь, а вот это вот все закрыто? А, подожди. Пулкова. Что это? Подожди, подожди, это интересно что-то. Что? А вот хер его знает. Чего? Подожди. Пулкова, один служебный. Я не могу достать? В смысле не можешь? Это какая-то... Сейчас, подожди, а как туда засунули эту книгу? Опа! Ну, тут этот файлик, альбом. О! Достал. Так, вот это уже интересненько. Такс! Ну шо? Погнали! Сим-карт не нужна. А, глонасс! Здесь глонасс, что ли, есть? Мне кажется, да. Руководство по ремонту скании, глонасс. Еще один? Да. Руководство по эксплуатации вот этой херни, которая там... Которая печатает что-то? Так, это у нас какой-то тур. Какие-то договора. Договоры. О, это при встрече с ними стоят? Ну, наверное, да. Туристы. Так, путешествие. Трудовой договор. Почему у нас до сих пор это... Не на Ниве? Так. Служебный проспект ветеранов. Ну, туда сюда катался просто. Ветеранов или что? О, нихуя ленинский проспект. Выбирай. Почти FPV. Что это? Что это? Жилет. Бля, можно подождить сто... ПНД. Почень, какой день они сделали? Не знаю. СР. Что-то вроде среды, наверное. Обуховская оборона, 88. Гранд-отель Европа. Нихуя Гранд-отель Европа. Так, ну, нихуево, блядь. Так. Служебный Пулково 2. Ну, не знаю сейчас, чтобы номер телефона не было. Записано, я рядом. Номер телефона. Я не знаю, зачем. Служебный улица Бухаревская. Улица Софийская. Ладожская. Чисто все районы. Победы, Сады, Софийская. Служебный. Короче, выбираем Петергоф. Ты понял, да? Номер 1. Московская 2. Купчино. Зачем это? Ну, вешаешь и едешь просто. Или что? Короче, здесь тоже самое. Опять же, лет идет. И все вот это вот по кругу. Короче, это таблички, которые, я так понимаю, использовались. Вешались, когда куда-то кто-то ехал. Не знаю, почему они лежат именно там. Самое неудобное для этого место кармашки, мне кажется. Все это делается. Стоп. Знаешь, что? А вот тут-то что? Опа. Стекло. Зеркало. Зеркало, сухарики, сигареты. Нам не видно, погоди. Там есть соль. Палочки от этого самого, от Суш. Флажки. Все. Ну, как-то непонятно. Заморажен. Ну, неплохо, скажем так. Ты когда-нибудь двухлетний батон трогал? Нет. Выпустил свой шанс, получается. Так, удержите. Ладно, тут у нас подсветка. Что-то как-то мне уже становится страшно. Чего мы только не найдем здесь. Так, двигаемся дальше. Здесь есть пакет. А ты этот шкафчик. Опа. Я уже боюсь пакеты доставать какие-то. Сейчас, нужна тут подсветочка. Что это? Медицинский? Ну, видимо, да. Набор? И книга какая-то. Ресторанов. Список ресторанов, походу. Все. Опа. Опа. Ништяки всякие, не нужно ничего. Вот эта штука, кстати, полезная. Так, какая? Если она рабочая. Что с ней? А, нет, уже не полезная, видимо. Ну, тут всякие ништяки, типа... Что это? Это стиралка? Это для степлера. А, степлочный. Я не знаю, зачем здесь это? Ну, как бы батарейки. Возможно, рабочие. Возможно, уже нет. Так, здесь чья-то рубашка. Немного поношенная. Так, здесь опять файлики. Список пассажиров. Здравствуй. Написан список пассажиров. Список пассажиров, но здесь не список пассажиров. Здесь какие-то надписи, типа, какой улицы, кто. Карелия. О, подожди. Время за... Вот август. Где он ехал? Во сколько? Москва. А, гостиница в Москве. Я уже испугался. Короче, здесь расписано, кто, когда, где там ехал. Тут нет список пассажиров никаких. Просто, типа, куда он, откуда выезжал. Путевой лист, наверное. Здесь опять путевые листы. Какие-то договоры. Что-то промумеровано. Ничего интересного. Так. Опять Глонасс. В смысле? Ну, там опять договор с Глонассом. А, я думал, съемка для Глонасса. Так. Короче, это какие-то заказ-наряды. Ну, интересно. Подожди, вот это мне интересно. Почему так много вещей, типа, на одежде? Значит, здесь у нас проглядываются сразу... Это что? Я вот не знаю, блядь. Я бы обратно положил. Первое, что я подумал, что это нижнее белье. Ты тоже? Но не какие-то маленькие. Там одинаковое все. Вот такое. А, это же накидки на эти. А, блядь, а тут трусишки. Фу, блядь. Я реально перебогался еще одинаковые, но ни хрена себе. Да, это накидки на подголовники получаются. Так, значит, люк. Что у нас еще по ящикам где-то есть? Опа, дай мне здесь что-то спрятано. Почему это так лежит здесь? Ого, это китайская газета. Это... А, это не газета. Это обозначение, ну и на китайском, на английском. Ничего себе. Не, не вот там на китайском. А, ух ты. Ого. Да, китайская газета про Питер. Видел такую там? Не, первый раз. Охренеть. Почему она здесь валяется так? Микрофон, соответственно, мы уже показывали. А, что еще? Давай, смотри. Ну, мусорка у меня вот здесь вот как бы. Водить под ногами, ну, под ногами сбоку. Давай пройдем назад. Мало ли, ты смотри. Пойди, такая. Вот тут под этим, под минолеем нет никаких скрытых. Нет, вряд ли. Там, да. Просто мне кажется, тут много всяких таких должно быть, да. Ну, смотри, здесь вот давай посмотрим так, чисто. Тренировка. Чего? Тренировка. А, я думал, тренировка. Нет, тренировка. Вода. Была. Скажу, какого. Тоже 19-го года. До 29-го она была гу... Пиздец. Так, здесь ничего. Смотрите, вот тут всякие шкафчики должны быть. Тут еще одна мусорка. Хорошо, как мусорка. Все походу. А, подожди-ка. Чего? Нужно пакеты. Так, ну, здесь, судя по всему, подушка. Это подушка. Ага. А здесь... Надел? Да. То есть, по сути, можно спать. Можно спать. Это ты верно подметил. И что, все, что ли? А там сзади ничего нет? Под сиденьями там или где-нибудь рядом? Не знаю. Ну, вот так вот вроде все чистки. Сиденья не поднимаются. Интересно, как часто меняются вот эти вот накладки? Накидки. Как думаешь? Ну, типа, там какое-то... Честно, не знаю. Зависит от, ну, типа, водителя или... А вот это, типа, использованные? Странное слово. Вот этот. Блядь. Ну, в принципе... Так, китайский флажок, кстати, пропустили. Мне всегда было интересно, что он будет, если разбить? Ну, оно разобьется. Ну, типа, молоточком же, типа, ну, какое-то... А оно одно, да, должно быть? Или два? Что еще написано? Притягните ремни. В смысле? Не каждая же. Типа стеклопакет или нет? Да. А, серьезно? А вот, запасной выход. Да ну, ого, я об этом не задумался. То есть, вот это не разобьется, а вот это разобьется. По идее. Давай пробуем. Я пока не готов. Впереди зима. Не, на самом деле, друзья, если на то пошло, то у нас стоит вопрос о том, что вообще делать дальше с автобусом. Потому что было много идей изначально. Но... Так скажем, одни... Ну, какие-то из них просто чересчур, наверное. Ну, не знаю, к Новому году хочется кое-что сделать. Но у нас есть проблемы с электрикой, например. У нас не работают дворники. То есть, в такую погоду, по сути, мы уже не можем выехать. Это проблема прям реально. Ну, аккумулятор, понятно, это как бы решаемо. Вот, то есть, с электрикой здесь реально есть нюансы. Вообще, изначально, в конце я его хотел как бы как-то уничтожить. Интересно, да? То есть, ну, все равно уничтожение автобуса, само по себе, это довольно, мне кажется, интересно будет выглядеть. Потому что, ну, я не натыкался на такие видео, как там разбивают автобус. Или я не знаю, что с ним можно сделать. Вот. Поэтому есть несколько идей. Поэтому пока что думаем. Вот. Ну, я думаю, что, конечно, надо будет просто придумать какой-то интересный способ уничтожения по итогу. А вот что мы еще сделаем с автобусом, что мы еще с ним снимем, между прочим, зависит в том числе от вас. Потому что, ну, реально, автобус такая техника, на которой, как бы, ну, выезжать-то я могу, да? Я получил специальную категорию. Но вот реально у нас проблема с теми же дворниками. То есть, заниматься им, чтобы потом по итогу уничтожить, тоже как бы, да, бессмысленно. Переделывать его во что-то глобально тоже как бы такое. Ну, короче, будем думать. В любом случае, вот, вы, опять же, все самое такое вот необычное напишите в комментариях. Потому что надо будет сейчас в ближайшее время как-то накидать план по автобусу и что-то с ним реализовывать. Поэтому, друзья, буду ждать ваших комментариев. Оценивайте видосик. Прямо точно все посмотрели? Ну, тут еще огнетушитель есть. Огнетушитель? Ну, вроде все. У нас снаружи есть... Осталось только вот эту вот дверцу с кофе. Блядь, да, мне что-то не по себе, что она не открывается. Почему она не открывается? Не знаю. А, ну, у нас еще этот большой отсек, который, помнишь, когда бенз кончился? Ну, я говорю, снаружи только эти, канистры там есть. Да, мы уже снимали, у нас когда кончилось топливо, дизелек обсохли. Вот, тогда мы как бы показывали, там только канистры лежат. Вот, поэтому там ничего особого нет. Блин, а что там? Ну, там, блин, там что-то было. Есть чем подковырнуть? Вот нужно что-то найти. Подожди, тут же где-то был ножичек, по-моему. А, вот ложка. Какой-то крест. Эти стороны. О-о-о! Это она так за это самое? Это за это самое, да. Ну, на самом деле, не сказать, что... Просто много кофе. Ну, здесь когда-то была томатная паста. Здесь, наверное, соль. Или сахар этот, как его. Который, какой он, как называется для кофе специальный? Сахар. Ну, типа, да. Здесь кофе раз, кофе два. Возможно, еще даже не проспочено. Хотя я бы поспорил. А у него, думаешь, есть рукоприятие? Не знаю. Я не пью кофе. Стаканчик. Бля, я думал, тут что-то поинтересно. Просто эта херня постоянно вывалилась. Такое ощущение казалось, что этот ящик больше, и, типа, здесь больше интересных вещей. Ну, вот и ложка понадобилась. Видишь, всегда под рукой. Розетки. А, были когда-то. Были сделаны подъем, но там ничего нет. Остальное, вроде как, все. Не, ну, вещей здесь до хрена. То есть, мы могли бы, конечно, расковырять всю одежду. Но мы так вот нашли здесь булочку, например, засохшую. Да, я бы руки помыл, кстати. Забыл закрыть. Почему закрыл? Нет, а сверху. Другое дело. Ну, теперь, да, теперь я спокоен. Вот как-то так. Не, ну, вещей-то много так-то, да? То есть, по сути, мы купили автобус. С вещами. Да, автобус с вещами, который нифига не пустой. То есть, тут реально, если так поковыряться, ну, я думаю, что это не особо интересно. Ну, телек, который, кстати, вообще непонятно, как включается и включался. То есть, вот такой еще, да? Это те, которые, если ты выбрасываешь из окна, то он взрывается? Нет? А у тебя был когда-нибудь такой телек? Нет, такого, наверное, не было. Только плазма сразу? Ну, нет, не плазма, еще до этого. Полу-плазма, которая? Ну, я не знаю, как это называется. Который еще толстый, но... Но не скругленный уже. А-а-а. Да, доминих. Это уже прям... Это такое-то еще, значит, не застал. Я застал такое. Он еще так, этот, когда выключается, так делает. Вовнутрь. Серьезно? Да. Все прям? Ну, да. Я не шарю настолько по электронике, но типа там какая-то специальная же это была херня. И когда ты выключаешь телевизор, у тебя так изображение, короче, скамкивается. Это специально? Ну, посмотри в Ютубе, если есть, если есть, наверное. В общем, да. Телевизор довольно старый. Как и автобус, собственно говоря. А, ну вот такие мелочи мы еще. Подожди, давай все посмотрим. Чего там? Здесь какие-то эти рекламные, я уже штук пять увидел этих турагентств разных. То есть он работал, видимо, и на турагентстве, и как, наверное, в основном, когда возил. То есть вот, поэтому всякие тут такие штучки, рекламные флайеры и так далее присутствуют. Ну, как-то так. Не, ну, прикольно, с бонусами. Так, а люка в итоге у нас нету? Ну, люка в итоге у нас, наверное, раз ручки нет, нету. Подожди, а солида де эмерджинсия, эмергенция, эмергенция. Наверное, это этот экстренный выход. Думаешь? Ну, эмерджинс, наверное, да. Это испанский получается? Наверное. А вот здесь, смотри, кстати. Эксите, либро, де... Там тоже выход. Нет, подожди, это, скорее всего... Блин, ну, кто-то по-любому знает испанский. Друзья, напишите там тайм-код и кому не лень, переведите. Потому что вот солида де сокора, это, скорее всего, вали... Ну, хотя, подожди. Надо пристегнить ремни, раз там продублировано. Так. А здесь... Ты думаешь, что же? Другое написано. Ага. Там де сокора, а тут... Да, это, скорее всего, что-то типа про выход. Хотя хер знает. А вот это, скорее всего, вообще место для аптечки или что-то такое, мне кажется. Хотя рекламисионис... Ну, типа рея, наверное. Рекламисионис. Ты думаешь, это что-то про... Возможно. Звучит как реклама. Не знаю. А на самом деле там какая-нибудь штука для дизеля лежит. Не, ну, вряд ли тут прям. Ну, прям знаю. Вот аптечка. Бутикин. Вот это точно аптечка. А здесь и лежит. Тоже по-испански? Наверное, Бутикин, наверное, да. Я не изучал испански. Все вроде посмотрели-то. Теперь. Все эти наклеечки все видели, все это понятно. Экстинтор, это, скорее всего, этот винтушитель, да? Ага. Получается так. В общем, друзья, вот и весь набор, так скажем. И автобус посмотрели, и испанский подучили. Да, вообще полезные видео получаются. Так же, друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать следующие видосики. И колокольчик там, уведомления, чтобы приходили также вовремя. Оценивайте видос. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok